Предпосылками для старта новой комплексной программы развития городской среды стал успешный опыт реализации проекта «Тобольск-2020». В рамках совместной инициативы органов власти и компании «Сибур» было построено, отремонтировано, реконструировано более 40 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и городской среды. По итогам 2020 года Тобольск вошел в топ-5 рейтинга Минстроя России по качеству жизни в категории «Средние города», став единственным населенным пунктом за пределами Московской области, попавшим в пятерку лучших. Был открыт и аэропорт Ремезов, построенный также на основе частного государственного партнерства. Новая программа, собственно говоря, так же, как и предыдущая программа, в первую очередь, конечно же, нацелена на улучшение городской среды в интересах жителей самого города Тобольска. В городе Тобольск необходимо создавать и расширять инфраструктуру для приема гостей. И в рамках программы 2030 также мы обсуждаем строительство трех новых отелей, в том числе двухсетевых. Тобольск 2030 определил вектор социального развития города, обозначив точки роста. Продолжится соревновация придомовых территорий, будут облагорожены фасады домов на гостевом маршруте, благоустроенные общественные территории. Запланировано строительство многофункционального концертного зала, создание первого полноценного парка культуры и отдыха. У доболюков своя есть боль. Они очень ценят и чтят историю, и беспокоятся за сохранение объектов культурного наследия. И в этом как раз нам поможет программа Тобольск 2030. Ведь объекты культурного наследия – это способ реализации полноценного туристического продукта. Порядка 20 объектов культурного наследия заложено в программу и ждут восстановления. Например, здание на улице Мира, бывший детский мир, гастроном, книжный магазин. По аналогии с Тобольск 2020 к работе над новой программой будут привлечены горожане. Все эти инициативы будут представлены обязательно для рассмотрения на общественных обсуждениях. Ведь обратная связь, учет мнения населения – это очень важная составляющая успеха реализации программы. В марте-апреле текущего года состоится серия общественных обсуждений с табаликами приоритетных проектов и объектов для включения в программу. К концу второго квартала 2022 года, после изучения мнения горожан, основной перечень будет сформирован и представлен общественности. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тобольское время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова